Расскажи, каким образом человек, который 10 лет живет в Калифорнии, каким образом ты вернулась в Киев и зачем тебе этот стартап-викенд в Киеве? Быть можно было сделать стартап-викенд Пала-Альта и не париться? Ну, на первый вопрос отвечаю, почему я приехала сюда через 10 лет. Я очень долго училась и работала там, в Калифорнии, и мне нужно было наконец приехать сюда, сделать свои дела, поставить штамп в паспорте. Это не первый раз, когда я пытаюсь организовать стартап-викенд, это уже третий раз. Но так как я сама лично уже сюда, у меня был план сюда приехать, поэтому я думаю, у меня было больше инициативы, я уделяла времени, и мне больше хотелось, чтобы это случилось. Почему хотелось здесь? Очень хотелось, потому что мне всегда хотелось как-то, так как я очень давно не была на Украине, я всегда думала, что там происходит, как там люди живут, как можно что-то для них сделать, как-то может как-то помочь. Потому что наши программистов, инженеров знают силиконовой долине очень хорошо, нанимают и довольны ими. Поэтому не делать стартап-викенд в Киеве, мне кажется, это очень большая такая ошибка. Поэтому, да, у меня первая мысль, когда я участвовала в стартап-викенде, принимала участие как все наши участники, у меня первая мысль была, что да, нужно это сделать в Украине. А ты, что ты делаешь в Калифорнии, ты работаешь, да, кем? Да, я работаю программистом в компании под названием Chelsea Communications, мы разрабатываем high-speed Ethernet cards, я работаю в софтвер-команде, мы пишем драйвера, протоколы, что придется. Ты, то есть, примерно 10 лет назад уехала, да, и там работаешь, но что-то еще тянет пока в Украину? Все тянет, ну, на самом деле у меня родители, все мои братья, сестры, все в Украине, поэтому... Ну ладно, давай, давай не будем уходить далеко в личное, да. Как тебе, ну смотри, мы сейчас это пишем в воскресенье уже, в принципе, у нас сейчас будет демо-проектов, как тебе, ну, какие-то сюрпризы, не сюрпризы, что удивило, там, понравилось, не понравилось, расскажи впечатление. Удивило все и в очень хорошую сторону, и на самом деле подготовка участников, которые ходят и говорят, мы не знаем, мы не знаем, но на самом деле они все знают, они готовы. Чуваки, давайте вы не будете ходить перед объективом? Давай, я еще раз на вопрос. С самого начала, прошу. Смотри, сейчас воскресенье, да, финал, через там, получается, начинаются демо-проектов, вот, какие у тебя первые впечатления, ну, или там, вторые впечатления от этих двух дней в Киеве, или там больше, да, а вообще от уикенда, от участников? Очень много хороших впечатлений и хороших позитивных эмоций от наших участников, и вообще всех людей, которые вот приходили, уходили. Я, честно говоря, не ожидала, что люди будут настолько подготовлены. Вот они как-то… В каком плане? У них были, типа, конспекты какие-то? Ну, то что конспекты, они морально готовы, они морально готовы прийти и за два дня что-то сделать. То есть у меня… Я не ожидала такого, поэтому я, когда с Франком обсуждала сам формат, модель ивента, и я ему говорила, что мы не знаем, чего ожидать, сделаем стандартный стартап-икенд, а там будет видно. Хотя бы начнем… То есть ты боялась, опасалась того, что люди просто не будут как бы работать, да? Я знала, что они будут работать, потому что я знала про Доу, я знала про тебя. И как бы я знала, что у нас есть хакатоны, я знала, что у нас есть много очень девелоперов, но так как нам нужно очень много разных сфер… Ну да, ну не только программисты. Да, не только программисты, маркетологи, дизайнеры. Я не знала, какое будет вот именно соответствие вот этих вот людей. Ну дизайнеров, по-моему, точно так же мало, как в принципе везде. То есть, наверное, там каждая третья команда только имеет кого-то дизайнера. Мы вот команды еще отдельно приглашали дизайнера, чтобы они с ними поработали буквально несколько часов. И я говорила, что да, да, хорошо, приводите. Что еще? Что-то было, что как бы зацепило? Да вообще не было в Украине там 10 лет. Вообще, вот честно говоря, меня зацепило вот то, что люди очень доброжелательные. Моя сестра мне говорит, что это все не так, наверное, потому что она здесь живет. А мне наоборот кажется, что так. Так, вот, мне удалось познакомиться с тобой. Мне удалось через тебя. Ты меня познакомил просто со всеми людьми, с East Labs, с TA Ventures, с Garage 48. То есть, я вот без ума от вашей энергии, от того, что вы тут делаете что-то сами, какие-то хакатоны. Ты вообще супер. Еще приедешь? Да, я планирую весной еще организовывать. Еще раз? Да. Уже подготовка пошла. Отлично. Так, ну, ребята, вы слышали, да, то есть в воскресенье будет... В воскресенье. Весной будет мега Startup Weekend 2. Startup Weekend возвращается с новыми проектами, новыми командами. Спасибо большое. Ну, на самом деле, я хотел сказать для протокола, что, в общем-то, 95% работало, сделала ты все равно. А если бы не ты, так и ничего бы не получилось. Ну, ладно, в общем, мы друг друга похвалили. Это не по-украински, да, даже, мне кажется. Но спасибо. Это так, как оно должно быть. Спасибо, Макс. Давай. Пока. Удачи. Пока.